Виноградовка – одно из крупнейших и богатых сел Арцисского района. Здесь отремонтировали дом культуры, привели в порядок спортзал. Инфраструктура постепенно развивается. Но для молодых специалистов это недостаточные условия, чтобы связывать свою профессиональную карьеру с селом. В местной школе последний раз обновление кадрового состава произошло два года назад. Последний молодой человек, молодая девушка, пришла к нам два года назад. Вы считаете, это достижение, успех или как данность рассмотрю? Достижение это или успех, но это наша выпускница, она вернулась к нам в школу. Наверное, достижение, потому что она не осталась в городе. Она пришла в родную школу. Количество молодых учителей в глубинке после принятых недавно изменений в системе образования больше не станет, полагает глава района Сергей Парпуланский. С этого года отменяется обязательная отработка на протяжении трех лет выпускниками педагогических вузов. Распределение давало хоть какой-то шанс, что молодой учитель свяжет свою жизнь с троицентром или даже селом. Но сейчас надежды на это резко уменьшились. Наши дети не горят желанием, мягко говоря, ехать в отдаленные районы. Они предпочитают крупные населенные пункты, например, тоже Одессу. И заставить их приехать в город Торцисс довольно-таки сложно. Несмотря на то, что у нас есть программа кадров, которая действует и по образованию, и по медицине. Мы покупаем дома, мы покупаем квартиры, мы финансируем коммунальные услуги. Но даже это не позволяет нам рассчитывать на увеличение количества преподавателей, достаточного увеличения количества преподавателей. Сегодня в районе насчитывается 35 вакансий в сфере образования. В райадминистрации прогнозируют в ближайшие годы увеличение количества вакансий до 70. Преподаватели, которым за 60, выйдут на пенсию, а за ними никого. Я считаю, что необходимо вернуть обязательную отработку учителям, особенно и врачам. Почему? Потому что государство платит за обучение этих людей. Государство имеет полное право на то, чтобы 3 года человек отработал в том населенном пункте, который нужно государству. Мы же не хотим, чтобы у нас в населенных пунктах не оставалось врачей, не оставалось учителей. Тогда кто будет реализовывать те реформы по образованию? Если не будет молодого учителя, который будет наравно говорить с новыми учениками. При этом районные администрации понимают, что привлекать молодежь в село нужно не только обязательными трехгодичными отработками. Вопрос проведения досуга, возможности всестороннего развития для молодой семьи в райцентрах не только Одесской области по-прежнему остается открытым. Виталий Хемий, Григорий Евич, телеканал «Репортер». Виталий Хемий, телеканал «Репортер»